Здравствуйте! Это «Право на маму». Сегодня я расскажу вам о Димочке, которого воспитатели считают талисманом, потому что он приносит счастье. А счастье Димы – это семья, потому что совсем скоро ему придется расстаться с теми, кого он знает с рождения, и кто его любит не за что-то, а просто так. Смотрите, моя бусечка. Пресс у нас очень хороший, да? Вот так мы лезем. Дай вытру. Дай вытру. Так началось наше знакомство с Димой, которого воспитатели ласково называют Димасик. Димка – очень умненький мальчик, который знает, как себя подать. Уже в первые минуты встречи он продемонстрировал нам лучшее в себе, в первую очередь, какой у него пресс. Дима – хитрюшка. Он помогает себе руками, когда не может что-то рассмотреть, и приподнимает голову. Так, как раз, с помощью пресса. Когда мы пришли, Димка был не в лучшем расположении духа, потому что из-за съемки его вовремя не покормили, а с едой у него особые отношения. Мы не ели. Мы немножечко голодные. Мужчинка настоящий. Скажи, покормитесь надо, да? Скажи, покормите. А потом, скажи, снимайте. Если Дима хочет кушать, а сейчас кормит, например, других детей, то он подползет и криком скажет – меня не покормили. Будет требовать еду. Такой он настойчивый. Но при всем при том очень добрый и позитивный. Самое главное – Дима, не черта. Улыбчивый. Вот приходишь, а он лежит и улыбается. Конечно, слюни, сопли, а он улыбается. И как-то думаешь – да какие у тебя проблемы. Вон, ребенок. Его покормили, все сделали. И он радостный, что к нему пришли, что сказали Диме привет. И что, как бы сказать, коллектив посадили, он дополз. Если что-то ему понравилось, и он отнял, это победа, наверное, что на него обратили внимание. Про Диму так и говорят. Парень компанейский. Общение ему интересно, и он сам тянется к другим детям. С нашей съемочной группой Димасик не сразу, но тоже пошел на контакт. Руку, руку. А руки-то какие. Ой, ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ей? Брашку. Что тебе? Брашку. Да я с радостью. Дима тонко чувствует настроение людей. Знает, с кем можно пошалить, а кто поругает. Если у Димки нет настроения, он будет плакать, отворачиваться и даже может укусить. Плохишь. В такие минуты в шутку называют Диму педагоги. Но так он ведет себя нечасто. В основном парень он веселый и энергичный. Да он улыбается, потому что. И вот видите, он как солнышко. Он такой прям епошка какой-то. Хорошенький. Прямо такое ощущение, может подотрешься, ну как сказать, бывает эти епошки, вот этот пузико подотрешься, и как будто желание сбудется. Нет, хорошенький мальчишка. Педагог-психолог, который занимается с Димой, очень верит в него. Потому что Дима умный и физически активный. И у него есть потенциал. Ирина Николаевна очень волнуется за него. Ведь совсем скоро Димасика переводят в другое государственное учреждение. Я переживаю. На самом деле. Вот я тебе говорю, есть коллектив, который поймет, что из него что-то будет. А так хотя бы, ну, ласка. Ну, вы видите, он смеется, улыбается. Все равно ему нравится контакт, когда его погладят. Если с ними заниматься, все усугубится, и будет он лежать, и ничего он не захочет, не будет интереса ни к жизни, ничего. Так, хоть он там что-то и болтает, и улыбается, что-то сам смеется, что над чем-то что-то он там сделал. Ну, как ему показалось, что он как бы над нами и морит. Диме очень нужны мама и папа, которые поддержат его и поведут вперед, крепко держа за руку. Вот смотрите, если они увидят в нем, что что-то он умеет делать, и это развивать, развивать, тогда он даже может и помощником быть. Например, если кто-то в дверь постучит, да, что на этот звук надо подползти и что-то сдернуть. Получается, как бы ребенку можно будет открыть дверь. Ну, не оставить же его как бы одного, но вот что-то, если отрепетировать, редактировать, закрепить, то возможно, вот именно вот в этом, как бы обучаем будет, вот в этом помощь будет заключаться. То, что надо научить, что вы хотите от него, вот научите, то вот он, мне кажется, будет выполнять и будет получать удовольствие от этого. Потому что, когда я его фаришу, он улыбается. Андрюша живет в том же доме ребенка, что и Димочка. Но он совсем другой, нежный и хрупкий. От Андрюши, так же, как и от Димы, отказались родители сразу после рождения. Андрюша Здравствуйте! Здравствуйте! Андрюша, ты правильно спал, да? Нет, ждали мы. Подняли. Мы ждали очень. Батюшки, ты что-то напугался, не бойся, все хорошо. Привет! Андрюша – очень хрупкий и ласковый мальчик. Ему два года. И с самого рождения малыш находится в государственном учреждении. Хоть Андрюша сначала и испугался незнакомого дядю, нашего оператора Колю, потом освоился быстро. И воспитатели подтверждают, ребенок открытый и привык доверять. Но спокойнее ему, когда рядом взрослый, которого он хорошо знает. С рождения хрупкий мальчик такой, нежный мальчик, да. Да. Ну, быстро привыкает к чужим людям. Да, сразу. Любит общение, любит на руки прям идти сразу. Что он делает на руках? На руках начинает лицо трогать, узнавать все, бусы рассматривать, вот это все в руки брать. Любит руками все ощупывать. Андрюша хорошо кушает, причем все подряд. Очень любит умываться и вообще не боится воды. Самостоятельно переворачивается и совсем недавно начал ползать. А еще пару недель назад Андрюшка подарил воспитателям свою первую улыбку. Улыбаться он начал недавно. Да. Наверное, повода не было, скажи, улыбаться вам. Думал, долго. Всем ли вам улыбаться или через одного? Андрюша парень любопытный и активно интересуется игрушками, особенно яркими и новыми. В сенсорной комнате ему больше всех понравилась божья коровка. И Андрей, ну, никак не хотел ее отпускать. А еще он любит слушать музыку и когда ему читают сказки. Вот какая гусеница ползет. Гусеница ползет. Вот ползет. Мягкая. Мягкая. Да? Мягкая. Грустик. Сапожки потрогают. Шуршат. Шуршур. Потрогай пальчик. Гладкие. И шершавые, да? Вот. Молодец. Я катаюсь на велосипеде. Девочки играют там, да, Андрюша? Ух ты. Все, завис. Рассматривает. Нет, рассматривает там с интересом. Скажи, что там есть. Скажи, а что я вам? Мои друзья. Я играю. Паравозик поехал. Ту-ту. Я играю. А сам нажать. Давай, давай, давай. Попробуй. Попробуй. Я играю. Какие кнопочки там, да? У Андрюши есть одна очень характерная черта. Он настойчивый. В самом начале нашей съемки он обратил внимание на розетку и провода. И до последнего пытался за эти провода ухватиться. Если Андрюша что-то заинтересует, то уже ничто не сможет его остановить. От других детей Андрюша пока держится в стороне. Больше наблюдают, что же они делают. Ему нравится, когда на прогулке ребята подходят к нему и заглядывают в коляску. Рассматривают. Поэтому было бы хорошо, если бы в семье, которая заберет Андрюшу, были и другие детки. Он обязательно подружится с ними. Может быть не сразу, но точно подружится. А у мамы и папы, которые назовут Андрейку сыном, появится самый ласковый и нежный малыш на свете. Каждый ребенок — это целый мир. Это непознанная планета со своей траекторией. И очень важно заметить эту планету и принять траекторию движения. И тогда впереди будет ждать открытие огромных миров. И героям нашей сегодняшней программы без семьи будет практически невозможно остаться на той самой орбите. Это была программа «Право на маму». До встречи. Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова